Победа Владимира Зеленского для многих, для большинства западных дипломатических кругов, политиков, стала, ну давайте так, мягко я скажу, неожиданностью. Ну уж, а там холодной воды для некоторых. Никто не понимал, кто это, никто не понимал, как это, и никто не понимал, что с этим делать. Количество попыток внедриться в команду, понять, как, там, подкупить, чтобы узнать, что же происходит, было достаточно большим. Тем не менее, как вы понимаете, все это осталось внутри команды, и ничего наружу не вышло. Поэтому думать о том, что его кто-то поставил и каким-либо образом играл против Порошенко, ну это, мягко говоря, смешно, как раз Порошенко, Тимошенко, понятно для западного истеблишмента. Классические политики с набором плюсов, минусов, компроматов, инструментов давления, обязательств, это все ясно. Поэтому Зеленский чистый, в хорошем смысле чистый лист не только для Украины, но и для западного мира. То есть на прошлом эфире я говорил о том, что Зеленский задал тренд, и Украина наконец-то начинает задавать тренды политического строительства или политического будущего. То есть фактор Зеленского для многих стран может стать и может сыграть решающую роль в их выборах. От успеха или неудачи, плохое слово проекта, успеха или неудачи, каденции Владимира Зеленского в Украине может очень сильно зависеть, я без пафоса, я реально верю в то, что я говорю, может сильно поменяться геополитическая карта мира. Зеленский совершенно гармонично смотрелся с Трампом, совершенно гармонично смотрелся с Меркель. Ну вы по фотографии пока, сейчас давайте посмотрим, что же было там на переговорах. Он совершенно гармонично будет смотреться с Трюдо, в июле будет визит, я не исключаю, что следующий будет, не исключаю об этом, факт уже известный, но визит с Трампом. И заметьте, что ход Петра Порошенко не привел к каким-либо геополитическим катастрофам. Конечно, это понятно. То есть там иллюзия или рассказы о том, что кто самый великий и невеликий, это все прекрасно, но это уже все в прошлом. То есть власть, амбиции, интересы, они остаются в приоритете. Сможет ли Владимир противостоять? Не додавит? Амбициям, и есть ли у него понимание интереса Украины, я знаю, да, есть. Понимание интереса Украины есть. Есть понимание, что и ради чего можно пожертвовать. Это политика, и когда я говорю, что политикам становятся, им не рождаются, нет необходимости. То есть понятно, у нас многие студенты идут, получают политологические опыты, диссертации пишут, ходят на курсы народных депутатов и всякие глупости. Но знаете, как журналистика, ты журналистом, конечно, можешь учиться долго и быть очень хорошим журналистом, а можешь быть очень хорошим человеком из иной профессии и начать прекрасно писать. Так и с политиком, то есть нет необходимости стоять в углового угла. Так и здесь, давайте, многие сравнивают компетенции, компетентность, интеллектуальные способности. Да, есть трудой, который династический президент, скажем прямо, или премьер-министр, конечно, оговорка. Есть тот же Макрон, который выращен в интеллектуальной среде и является представителем определенного класса, клана, политической элиты Европы. Есть Ангела Меркель, есть другие президенты и премьеры, которые получили свою полноту власти, так и не получили. У нас есть другой президент, такой, какой он есть. Человек живой. Ну, так уж получилось. Вы знаете, я по-прежнему верю и в него, и в то, что это очень отличный выбор украинского народа, и у меня нет разочарования в его действиях и в шагах. Опять же вопрос, я был бы рад, что когда-нибудь он, наверное, на этот ваш вопрос, вы его зададите, журналисты, лет через пять. Ответил бы и сказал, вы меня спрашивали пять лет назад, я не знал ответа на ваш вопрос, потому что я смотрел. Я знал, что я никогда не предам Украину. И вот через пять лет, когда он собирается уходить, он об этом заявил, он скажет, и вы можете оценить, предал ли я, сдал ли я. Вот сейчас он может говорить, что он считает нужным, он об этом не говорит, потому что отвечает за свои слова, а вот не готов. Я уверен, что окружение Владимира Зеленского, я не имею в виду некоторые публичные оговорки, заявления или некие вещи, которые звучали из команды, а то глубинное окружение, которое формирует повестку, оно четко просильную, субъектную Украину. И вопрос сейчас стоит больше, где взять эту субъектность, как ее подкрепить деньгами, как построить коммуникацию и как выстроить взаимоотношения с внешними игроками.